Сегодня в 13-й школе возродили пионерское движение. 36 учеников произнесли клятву, после чего почетные гости повязали им красные галстуки. Я думаю, что здесь вырастут настоящие патриоты государства российского. Растите, играйте в войну понарошке, пусть всегда будет мирное небо, но будьте готовы Родину защищать, Родину любить, Родине служить. Классный руководитель Надежда Витальевна Грошева считает, что все лучшее необходимо возрождать. Современные пионеры, это, наверное, чуточку другие пионеры, но тем не менее, вот те идеи благородные, возвышенные, они должны остаться. Именно этого не хватает к сегодняшнему поколению. Поэтому у нас возникла идея возродить пионерию. Весь педагогический коллектив поддержал идеи учителя школы, в том числе и ветераны-пограничники, которые создали свое движение юных друзей-пограничников. Красный галстук – это частичка знамени России в древности, потому что раньше с красными стягами русские воины шли в бой. Дети должны быть чем-то заняты. Пионерия, юный друг пограничника, юный армеец. Чем больше у нас будет патриотической направленности клубов, я думаю, тем лучше будут наши дети. Более того, 13-я школа присоединилась к акции «Имя героя». И теперь пионерский класс носит имя героя Советского Союза Лизы Чайкиной, которая организовала партизанский отряд в годы Великой Отечественной войны, но в 23 года была расстреляна фашистами. Они изучали жизнь и судьбу Елизаветы Чайкиной. У нас есть видеообращение, которое нам послано из Москвы, из-под Москвы. Там школа, деревня, где училась Лиза Чайкина. Оттуда, там ребята, и эта школа носит ее имя. Также несколько ребят из этого класса живут здесь у нас в Сочи, на улице Лизы Чайкина, где есть ее мемориал. То есть это имя не случайно возникло. В рамках месячника оборона массовой военно-патриотической работы запланирована масса мероприятий, в том числе и фестиваль солдатской песни, дорогами войны, акции «Открытка для героя», посылка для солдата и уроки мужества. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.